начнем на сегодня так у нас было у нас много лекций по картону еве при покуре пайки до ткани по рекам вот и это все были у нас подготовительные этапы нашего косплея вот последний этап это у нас покрас вот значит после того как у вас все сшито все скрафчено все из пипокуры вырезана склеена загрунтована переходим мы к покраске да значит для начала расскажу вам про кисточку так есть у нас такие вот самые стандартные белки они пушистенькие вот для акрила и не подходят в основном мы пользуемся акрилом вот получается белка у нас подходит для каких-то красок которые имеют дело с водой то есть когда вы до акварель вот в основном и и рисуют дети акварелью но если вы работаете например батиком с тканью тоже подойдет очень хорошо вот и какие-то вещи если вам нужно прям у вас там на крафте какие-то царапины глубокие докуда не дотянуться просто кисточкой просто это заливаете то есть белка она за счет своей пушистости она выбирает себя много воды и также отдает вот синтетика там щетина они берут в основном до краску а это берет воду вот есть у нас щетина которая самая жесткая самая противная даже вот она у нас мы с ней работаем с какими-то фактурными пастами с маслом если вам такое прям удобно она у нас делает мазки фактурные но очень жесткая и для покрытия обычного акрилом куча всяких разных кисточек синтетических они очень гладкие не выбирают много воды и как бы с ними работать хорошо чем тоже такие разного и смотря что вы красите вплоть до таких покупаются кисточек больших и вот маленьких даже вот вот такие вот для для узорчиков используется плюс самый лучший друг довезет да вот просто вот везде старую зубную щетку просто не выбрасывайте если вам нужно какие-то вкрапления делать вот ну это вы уже я думаю сами знаете вот нужно просто что это пояс вот в общем такие мы берем плюс к кисточкам губки губки самая вообще такая часть это вот такие детские губки обычные покупаете которые не они гораздо дешевле чем какие-то хостоварные для посуды потому что там есть какая-то ткань сверху эти такие самые простые вы их просто отдираете и мажут это был гельфинчик был у него была белая часть такая снизу и хвост но он уже он же для макияжа короче по краскам есть у нас краски акриловые в тюбиках советую покупать вот санет или ладогу потому что они дешевые и по качеству примерно такие же как мастер-класс мастер-класс она в два раза дороже вот есть то же самое в баночках можно набором купить можно по одному продаются сейчас у нас из своих идеях в креативном хомяке везде плюс вот такие есть 700 какая краска была акриловая где-то ее покупал а комплектом до комплектом ну они идут вот в маленьких тюбиков прям вот все цвета да они как бы вот а вот эти вот большие они по 100 рублей где-то примерно так плюс минус 20 рублей вот да но там основные цвета там белый черный синий красный зеленый коричневый желтый вот есть вот такие вот металлики для всякого по золотой серебра бронзы всякого такого это у меня будет под посох локи вот так есть короче у нас эти контуры вот сейчас я о них еще расскажу и соответственно эти литражные батики все на свете есть у нас все продается плюс много всякой мишуры которая там типа фактурной песочной каменной этой какие жемчужной пасты которые вот имитируют всякие поверхности плюс всякие лаки с блестками перламутровые всякое ну просто дофига у нас сейчас продается всякой штук плюс поталь всякая там это фольга нанесешь и такая роза латишка вот в общем как мы обращаемся с нашим косплеем который тканевый если у вас есть на ткани какие-то цветные пятна либо вы хотите вот пока купили вы там например бязь какую-нибудь и вообще за 200 рублей за 190 вот и хотите ее покрасить там например какой-то цвет то есть у нас есть краски которые варятся типа джинсовые там ну вот для проварки именно в кастрюле есть батик сразу вот краски для варки они не ложатся на синтетику то есть чем натуральнее ткань тем сильнее она возьмется вот у меня короче я сегодня ночью 5 утра пока мы болтали вот вот это вот кофта она белая синтетика абсолютно белая на самом деле но она не то что кажется вот и короче вот сегодня ночью я украсила батиком и она слиплась тут это акрил флипс да это будет кэп это просто пока наметок то есть она была полностью белая я покупала краску для варки джинсовую такую темно-синюю вот я ее варила два где-то часа и она взялась вот обычная белая синтетика она стала какого-то снежно-ледяного оттенка то есть процента 2 взялось потому что она синтетика если вы красите натуральную ткань типа лен там хлопок то она конечно же возьмется синтетику красим батиком батик у нас закрепляется очень просто пихаете вот это все духовку и все конечно фольгой лучше за как бы фольфольгу ее завернуть не обязательно то чтобы она там не мялась крутить ее в рулончик какой-то аккуратненький не обязательно то есть если она сухая высохла то с ней как бы она никуда не скатается эта краска и будет короче короче в холодную сразу духовку пихаешь и на 150 градусов на 15-20 минут хватит и вообще вот это как бы касается если вы полностью ткань красить если у вас там есть какие-то узоры не знаю там какие-то рисунки то вы можете нарисовать либо вот такими вот кисточками с акриловой краской либо вот теми же контурами витражными акриловыми пофиг вот витражные они сохранят структуру какую-то все они будут объемными ваши узоры вот они как бы с такими колпачками продаются и ими очень удобно рисовать вот получается но акриловая краска конечно не закрепляется вот что касается крафта мы с крафтом работаем с акрилом не гуашь там не акварель не подойдет потому что они снимаются водой и соответственно ну вы можете намазать ее масляными красками она будет сохнуть как короче неделю вот в общем значит когда мы красим какую-то металлическую поверхность якобы у нас металлическая то ли там щит меч там доспехи то используем во первых какую-то металлическую основу то есть не основу а у нас например вот я делала щит капитана америки если вот я хочу сделать прям вот чисто металлический цвет то я буду красить прям вот серебряной краской таким жирным слоем если у меня есть какой-то по красное там крафте например вот там были у меня красные полоски там синяя вокруг звезды вот я сначала наношу цвет а потом вот металлическую краску разбавляю напополам с глянцевым лаком вот он становится полупрозрачный и получается по цвету уже идет как бы такое металлическое напыление вот и соответственно она сразу как сказать покрыта лаком уже по умолчанию вот лак обычный глянцевый может акриловый купить матовый в тех же креативных хомяках своих идеях художественных там арт формате строительном да можно ну да кстати да насчет лаков грунтовки такого обычного вот которые вот строительных есть лучше покупайте там все-таки да и как бы и там больше я просто купила в креативном хомяке вот такую банку грунтовки за 300 рублей пришла в строительный там вот такое ведро за 50 рублей да там она какая-то сыпется какая-то вот латекс на и в общем тоже как бы смотря что вам нужно вот по поводу ну вот предположим вы покрасили там свой свои доспехи мечи всякие ткань свою покрасили вот идет дальше постобработка жарко там окно открыто вот потом у нас идет постобработка это у нас если ваш персонаж там из игры например какой-то из фильма то он конечно же живой он не манекен и он обычно воюет участвует в боях там падает не знаю вот господи хоррор хоррор в носках вот и получается он должен быть грязным помятым не знаю вот если это какой-то воин то и у него какие-то вот ткани висят не обязательно ее выглаживать до идеального состояния она может быть помятой почему нет она может быть грязной она может быть не знаю если перс бегает по траве почему бы не сделать что он бедром от траву там не знаю проехался по траве вот просто делается да просто идешь по улице короче в этом же косплее этим что да короче и по ткани и по крафту мы берем дельфинчика до бана-бана с глазками вот и делаем либо потертости вот обшарпываем либо прям вот так вот то ли это копоть черная то ли это кровь бордовая там грязь коричневая трава зеленая все что угодно туда наляпываете но главное в тех местах где он реально может обтереться то есть например на животе мы не будем вот так вот делать зеленым потому что он не может просто плюхнуться лицом в грязь и вот так вот ержать то есть максимум там на плечах да на бедрах какие-то вот не нравится то же самое лопатки какие-то в общем выступающие части ну это насчет ткани насчет доспехов ну чаще всего они протираются на каких-то ребрах вот там если там ваш доспех состоит из якобы металла какого-то серебристого то вы сразу берете серебряную краску и поэтому ребру фигачить серебряной краской прямо вот в чистом виде до сухая кисть или губка губка тоже сухая должна быть вот и как бы так по крайней мере добавить и вот такой же реалистичности своему персу если бы он был как я думаю ты не придешь это мне скучно ты болеешь ладно хорошо вот в общем да тоже поедем в общем чем я рассказывал блин пришел сбился ну про грязь траву ладно вот по всем ребрам мы проходимся про этот и кистями и губками протираем все это вот то есть чтобы она не выглядела как у меня был народ к который сошел с этой как его с обложки аниме ну как бы в принципе он мог бы и постирать ладно ну ладно я я был мятый я мятый был окей я был в бою но да но как бы я не стал делать так вопросы какие-то может вас интересуют может аэрозольный да ну как бы они обычно идут для грунта кстати насчет грунта не обязательно покупать ну если вы зашпаклевали что-то да здорово нет ты ее похитит черт мило такая короче манги вот короче вы меня все сбиваете я не помню чем да аэрозольная краска она отлично вот подходит под грунт и если вы зашпаклевали что-то вот прям ровная у вас поверхность там ее отшкурили хорошо клей пва лучший друг никакой нафиг грунтовки вообще просто вот такое ведро за 40 рублей в строительном вам хватит на все можно в два-три слоя он застывает пластиком то есть если например тот же клей пистолетом застывает этим силиконом его можно просто взять и оторвать тоже клей момент супер клей они все резиновые их можно порвать если вы склеите что-то в клеем пва он конечно долго клеится долго засыхает но его потом не разорвешь у меня были макеты интерьеров которые мы делали на дизайне мы пытались их уничтожить вот не разбиваются вообще на на пва не держится просто намертво ну пва сохнет около нет и чё он сохнет максимум час один ну ты сначала один слой нанесешь высохнет пва в духовку ничего с ним будет ну да тоже тоже ну если так хорошо так да 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 можно дуть и как бы на самом деле он высыхает очень быстро вот то бишь ну то же самое если вы делаете папье-маше это конечно же по вас само собой и он вообще очень хорошо держится у меня щит который из картона и сверху из пва просто неубиваемый на нем можно кататься с горки ну смотря еще какой слой у вас папье-маше она она скорее всего просто раскололась просто тупо а он застывает пластиком и он может как бы в принципе треснуть но если у него есть хорошая основа типа вот картона трехмиллиметрового то он вообще не развалится он как бы реально может расколоться он как не знаю там фарфор так вот так чё еще еще вопросы ты красил что-нибудь так насчет тех же самых не знаю если вам нужны там какие-то перья перед тоже можно батиком красить она кто кто она не вот ну ладно вот ну в общем все точно вопросов нет всем все понятно да просто вот отличная краска ложится на пва то есть бывает и идеальный грунт там три слоя нанес он у тебя затвердел ты сразу мы даже да прям попова он как бы мы даже на живописи мы сначала на втором курсе брали холст то есть он не загрунтованы ничего вот мы сначала тратили деньги на холст потом тратили деньги на грунтовку покрывали потом плюнули начали пва покрывать такие об 10 раз дешевле зато то же самое потом мы начали вместо холста ватман брать масло она пропитывается сквозь какую-то поверхность и на сзади выступает масло пва покрыли вот в общем ну все значит